Право руля с Виктором Травеном на Авторадио В каких случаях сотрудник полиции, я подчеркиваю, любой сотрудник полиции, а не только инспектор ДПС, имеет право остановить автомобиль, казалось бы, хорошо известно всем. Однако, в избежании недоразумений на дороге, позволю себе напомнить прописные истины. Любой полицейский имеет право взмахнуть жезлом не только если водитель нарушил правила дорожного движения, может выступить в качестве понятого или свидетеля, но в любом случае, если проводится спецмероприятие. Нет смысла требовать у полицейского документального подтверждения. О проведении мероприятия он мог узнать на разводе или вовсе по рации. Однако, если вы испытываете неуемное желание знакомиться с приказом, отправляйтесь в дежурную часть. Вам его покажут, если он не содержит секретной информации. А пока выполняйте требования об остановке. Помните, что останавливаться нужно не там, где вздумается, а там, где укажет инспектор ДПС. Правда, сотрудник ГАИ не вправе останавливать вас там, где это запрещено ПДД. Впрочем, для пресечения преступления или правонарушения сотрудник полиции вправе останавливать вас где угодно. И, кстати, откуда угодно. Даже если полицейский находится в гражданском автомобиле, его требования все равно нужно выполнять. Ведь от этого он не перестал быть полицейским. И не вините инспектора в том, что вы, выполняя указания об остановке, врезались в припаркованный автомобиль. Инспектор лишь дал указания. А всю ответственность за совершаемые маневры несете исключительно вы. Остановившись, не торопитесь выходить. Вы и вовсе можете оставаться за рулем. А вот полицейский, наоборот, должен без промедления подойти к вам. Если не подходит, не зовите, не кричите и сами не ходите. Позвоните в дежурную часть. Возможно, там ему напомнят, что с водителем необходимо знакомиться немедленно.